Все больше славянцев, особенно молодежи, вовлечено в занятия физической культурой и спортом. Благодаря этому Славянский район имеет возможность участвовать во множестве соревнований. Так, в минувшие выходные стартовали открытые зональные соревнования по баскетболу и футболу в рамках четвертой летней спартакиады молодежи Кубани. За ходом спортивных событий следили наши корреспонденты. Роман Быков играет за сборную команду города Анапы уже два года. До этого он занимался борьбой и мотокроссом. Эти виды спорта не для него, признаются спортсмен, слишком агрессивные. А вот игра в баскетбол по-настоящему заинтересовала парня. Роман Быков признается, что к этим соревнованиям готовились усердно. Ведь выйти в финал спартакиады – это хороший шанс получить полезный опыт. Больше всего мы ждем, что эти игры будут сложные, потому что все сюда приехали побеждать. То есть каждая команда приехала сюда с уже наработанными комбинациями и хочет их выполнить и показать свое мастерство, чтобы попасть на открытое первенство. Но в большинстве случаев команды делают ошибки из-за роста своих соперников. То есть они смотрят на то, какие соперники большие, и у них из-за этого происходят ошибки. Но самое главное в баскетболе – это не рост, а скорость и физическая выносливость. Чем сильнее подготовлена команда, тем лучше рост не главный в этом виде спорта. Главная цель четвертой летней спартакиады молодежи Кубани – развитие физической культуры и спорта в нашем крае среди молодого поколения, привлечение молодежи к регулярным занятиям спортом, а также выявление лучших спортсменов для пополнения резерва сборных команд Краснодарского края. В зональном этапе соревнований приняли участие баскетболисты из семи районов края. Открыл их начальник управления по физической культуре и спорту Александр Прищепа. После чего началась настоящая борьба за звание лучшей команды. Капитан команды Славянского района Ростислав Каледа считает, что у них большие шансы на победу. Самое главное, признается спортсмен, правильный настрой. Все ребята настроены хорошо, все ждут победы, уверены в себе. И нужно обязательно нам выйти в финал, но есть, потому что многого ждем от спорта Каледа. Правильный настрой команде наших земляков в этот день не помог. По результатам игр команда Славянского района оказалась на четвертом месте. Бронзовыми призерами стали спортсмены из Тюмрюкского района. На втором месте – баскетболисты из Абинска. Самыми сильными и выносливыми оказались новороссийцы. Они заняли первое место. Свои зоны команда Абинского района и города Новороссийска представят в краевом этапе спартакиады. Также в рамках спартакиады молодежи Кубани в минувшие выходные стартовали еще одни зональные соревнования по футболу. Проходили они на базе детской юношеской спортивной школы «Виктория». Несмотря на небольшую дождь в этот день, боевой настрой участников соревнований был на должном уровне. В наш район побороться за победу в зональном этапе приехали футболисты из трех районов края – Абинского, Темрюкского, Северского. Сама спартакиада и называется «Спартакиада молодежи Кубани». Это чтобы сегодня привлечь больше молодежи, забрать их с улицы, привлечь их к здоровому образу жизни и тому подобное. Сегодня участвуют все муниципальные образования Красноярского края, в том числе и Славянский район. Сегодня мы принимаем первый этап – это зоны. Всего их девять зон. Одна из зон – это у нас Славянский на Кубани проходит. Первыми на поле вышли команды Славянского и Абинского районов. В первом тайме игра прошла на равных, а вот во втором вперёд выходили то одни, то другие. Игра получилась зрелищно интересная для болельщиков, а вот для спортсменов она оказалась сложной и непредсказуемой. Несмотря на то, что Славянский район очень гостеприимный, в игре они ничуть не уступают соперникам, признаётся футболист команды Абинска Влад Кулагин. «Неплохо, хорошие команды. Думаю, будет не так просто. Извините на поле». Не уступают, потому что очень хотят победить. В прошлом году в Спартакеаде команда нашего района заняла призовое место, поэтому нельзя снижать эту планку, говорит славянский футболист Валентин Буданов. «Для нас эта Спартакеада очень важна, потому что это шанс перейти, поехать на финал в Анапу и там поиграть, победить, постараться». В упорной борьбе команда нашего района проиграла соперникам из Абинска со счётом 1-0. Но ребята не расстраиваются, ведь в спорте любое поражение – это лишь стимул к покорению новых вершин. Тина Копачевская, Игорь Ванчугов, программа «События».